Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня, продолжая серию видео, что делать, чтобы ваше время истекло позже, решил написать видео об одном очень важном биохимическом показателе. А именно! В какой мере уровень сахара в кровеносной системе определяет ваш индивидуальный уровень здоровья? А возможно угрожает вашей жизни? Поэтому, если вы просмотрите это видео до конца, в нем я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко, расскажу вам, почему жизненно важно контролировать уровень сахара в крови. Также расскажу вам, как правильно относиться к заключению врача Ваш сахар в норме. Диапазон нормальных цифр уровня сахара в крови достаточно широк. От 3 до 6 ммоль на литр. И в зависимости от того, в какой точке этого диапазона находится ваш показатель, должны меняться особенности вашего образа жизни. И также вы узнаете, почему по мере увеличения цифр уровня сахара в кровеносной системе все больше и больше напрягается ваш любимый врач-кардиолог. И у него все больше и больше поводов сказать вам, ваше время истекло. Наверное потому, что вы не знали, как менять образ жизни, в зависимости от цифр уровня сахара в крови. И возможно однажды машина времени вам понадобится, чтобы вернуть свой уровень здоровья в более приличное состояние. Но если вы просмотрите это видео до конца, возможно какие-то действия вы совершите своевременно, и машина времени вам не понадобится. Потому как ваш уровень здоровья будет достаточно высок. Если у вас глюкоза натощак находится в диапазоне нормы, это прекрасно! Но! Диапазон нормы достаточно широк. От 3 до 6 ммл. И в зависимости от того, в какой точке этого диапазона находится ваш результат, вам нужно вести специфический образ жизни. И если ваш результат находится в диапазоне от 3 до 4 ммл. То это говорит о том, что ваша печень не может поддерживать активный обмен веществ за счет углеводов. Углеводов в обмене веществ будет не хватать. И организм будет переходить на жиры. И если это пожилой человек развивается активно атерослероз сосудов, если это ребенок, то скорее всего вы знаете такой диагноз, как ацетонимический синдром. При котором организм активно в обмене веществ использует жиры. И появляется запах ацетона. Ацетон не самое простое соединение, токсично действующее на любые органы и ткани. Начиная либо заканчивая головным мозгом. Поэтому если сахар находится в диапазоне ниже 4 ммл. То это говорит о том, что вам не поджелудочной железой нужно заниматься. которая прекрасно в этом случае работает. Распределяя весь сахар по клеткам для обмена веществ. А печенью, которая не успевает за вашей поджелудочной поддерживать уровень сахара на достаточном уровне. Если же это молодая женщина. То скорее всего у нее есть переменное настроение. У нее периодически появляются головные боли. Она готова съесть кого угодно. Но если кто угодно это вы. то лучше предложить ей порцию сладостей. И перевести женщину в более коммуникабельное состояние. А дальше предложить ей заняться. Усилить слабую женскую печень. Чтобы она в дальнейшем поддерживала на более высоком уровне сахар в кровеносной системе. Если же ваш утренний показатель сахара находится в диапазоне от 4,5 до 6 ммл. Это также не самая простая ситуация. Врач-эндокринолог при этом спит спокойно. Он начинает активно заниматься вашим здоровьем. Когда уровень сахара преодолевает психологический барьер 6 ммл. В этом случае вы оказывается уже не здоровы, а больны. А уровень сахара 5,99. У вас сахар в норме и вы здоровы. Но на самом деле у вас присутствует инсулинорезистентность печени. Который не может полноценно управлять обменом углеводов. И возможно у вас есть другие биохимические особенности. Которые в этом случае неизменно появляются. Начинает изменяться обмен жиров. Обмен белков. Обмен витаминов. Макро и микроэлементов. То есть обменные процессы в организме начинают нарушаться по принципу домино. В котором первое звено это углеводы. Которыми ваша печень по причине инсулинорезистентности управлять полноценно уже не может. Если же ваш уровень сахара, ваш результат находится в диапазоне от 4 до 4,5 мл. То часть из вас может реально быть спокойными. А часть должна проверить свой результат. Я имею ввиду людей небеспечных. И провести очень простой тест на толерантность глюкозы. Иными словами. После того как вы получили такой прекрасный результат. Вы употребляете примерно 0,75 г глюкозы на килограмм веса. И каждые полчаса делаете еще 3 исследования. Если в каждом из них показатель будет ниже чем 5 ммл. Это говорит о том, что ваша печень в прекрасном состоянии. Прекрасно поддерживает обмен веществ. И сахарный диабет второго типа вам не угрожает. Если же в одном из исследований у вас сахар вывалится за цифру 5. Станет более значительным. То это говорит о том, что ваша печень не самым лучшим образом управляет обменом углеводов. И скрытая инсулин-резистентность печени у вас таки присутствует. И если вы не будете заниматься ею своевременно сейчас. То со временем. Когда сахар в кровеносной системе поднимется выше. Потому как печень с возрастом обычно работает не лучше, а хуже. Вам однажды машина времени может понадобиться, чтобы вернуть свой уровень здоровья в сегодняшнее состояние. А возможно вы будете делать более целенаправленные действия. И по-иному отнесетесь к этому нормальному показателю уровня сахара сегодня. А вот почему нужно контролировать сахар обязательно вне зависимости от того, какая цифра у вас есть сегодня. И какую опасность для вашей жизни несет повышение уровня сахара. И почему врач-кардиолог очень жестко начинает напрягаться по мере того, насколько уровень сахара в кровеносной системе подрастает. Вы узнаете. Прямо сейчас. А сейчас я вам покажу в какой мере уровень сахара в крови влияет на обмен веществ. И когда он начинает активно угрожать вашей жизни. Для этого мне нужно 2 бокала и емкость с сахаром. Каждые 2 ммл сахара в кровеносной системе это примерно 1 столовая ложка сахара. Если у вас такой уровень сахара, то есть 2 ммл вы как правило находитесь в гипогликемической коме. Этого количества не хватает для обмена веществ. Еще 1 столовая ложка и уровень сахара в кровеносной системе повышается до 4 ммл. Это нормальное состояние. Для обмена веществ абсолютно достаточное. Но при этом глюкоза она еще и держит воду. И она поддерживает на определенном уровне вязкость крови в данном случае на оптимальном. Ее вклад в вязкость крови в данном случае оптимальный. Когда уровень сахара в крови начинает несколько повышаться. И в крови появляется 3 столовая ложка сахара. Иными словами уровень сахара поднялся до 6 ммл. Величины вроде как близкие. И с одной столовой ложкой сахара вы могли бы справиться. Но при этом увеличивается объем крови и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И если она была ослаблена. Если была миокардиодистрофия. Миокардиосклероз. Ишемическая болезнь сердца. Склонность к гипертонии. К аритмии. То дополнительная столовая ложка сахара в кровеносной системе начинает играть определяющую роль. И ваш врач кардиолог начинает уже волноваться. Если же уровень сахара не остановился. И пошел дальше. Иными словами всего 2 нормы. Тут 2 столовых ложки. Тут 4. Тут 4 ммл в сыворотке крови. А здесь 8. В этом случае сахар как астматически активное вещество. Не просто держит воду. А гипер удерживает воду. И больные с сахарным диабетом прекрасно знают это состояние. Начинает палить губы. То есть сухость во рту появляется. Сахар препятствует работе почек. Удерживая воду. И увеличивается объем крови. И вязкость крови увеличивается. Пробовали. Вода чем отличается от сахарного сиропа? В данном случае ваша кровь приближается. По своим свойствам к сахарному сиропу. И появляются достаточно серьезные риски. Более того. Повышенный уровень сахара в крови. В данном случае он напрягает работу почек. Мешает работе почек как органов выделения. Количество мочи обычно здесь уменьшается. Уменьшается выделение слизи. И жидкой слизи в органах дыхания. И если такой уровень сахара у вас сочетается с заболеваниями органов дыхания. Начиная от бронхита, пневмонии. И заканчивая опасными для жизни вирусными инфекциями. Такими как грипп. Вероятность осложнений резко увеличивается. И врач-кардиолог напрягается в еще большей мере. Конечно, когда в кровеносной системе появляется пятая столовая ложка сахара. Пытаются почки ваши помочь в этой ситуации. Барьер по глюкозе для почек 10 мм на литр. У ослабленных почек барьер может быть меньше. И в данном случае избыток глюкозы начинает удаляться через почки. Сахар появляется в моче. Только на этом уровне. И вроде как вам лучше. Но теряется гипер количество воды. И более 100 лет назад сахарный диабет считалась более злокачественная болезнь, чем онкология. Рак съедает постепенно. Потери воды на таком уровне сахара, на таком уровне глюкозы очень большие. И обезвоживание наступает быстро. И кардиологический риск, связанный с объемом крови, меняет свое значение. Потому как в данном случае организм начинает активно подсыхать. В плазме крови теряется свободная вода. И кровь становится при ее большом объеме достаточно густой. И кардиологический риск начинает менять свое значение. Не исчезая, а видоизменяясь. И врач кардиолог очень неспокойно начинает спать в этом случае. Если же вы не отрегулировали свою систему питания, свой образ жизни. Возможно уровень сахара будет расти и выше. И чем более высокие цифры, тем больше риск уже не для вашего здоровья, а для вашей жизни. Потому как в данном случае слишком большой интенсивностью должно работать сердце. И выдерживать сосуды. А в этой ситуации уровень сахара в кровеносной системе в данном случае имеет значение здесь и сейчас. Но! Есть еще один очень интересный показатель гликозидированный гемоглобин. Вот этот лишний сахар начинает откладываться на эритроцитов. И способность эритроцитов проникать сквозь капилляры снижается. Иными словами эритроциты начинают блокировать капилляры. И развивается диабетическая ангиопатия. В зависимости от того, где у вас выше уровень активности, там в большей степени страдают капилляры. Много вы читаете будет диабетическая ретинопатия. Много думаете? Диабетическая энцефалопатия. Много ходите? Диабетическая полинейропатия. Диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей. Много пьете воды? Диабетическая нефропатия. В любом случае диабетическая кардиомиопатия. То есть мышца сердца обязана обеспечить большим количеством крови тот вид активности, который у вас присутствует. И страдать будут разные системы. В зависимости от того, насколько высокий уровень сахара в крови у вас поднялся. И вы хотели бы найти машину времени однажды для того, чтобы вернуть этот уровень сахара на более низкие значения? И это нужно делать! Потому как чем более длительное время и более высокий уровень сахара в кровеносной системе у вас сохраняется, тем больше риск для вашего здоровья здесь и сейчас. И для вашей жизни на перспективу. Поэтому если вы считаете, что машина времени однажды сможет вернуть вам утраченное здоровье. Это ваш выбор. Но! Уровень сахара в крови сегодня определяет кардиологический риск здесь и сейчас. И чем выше он от точки 4 ммоль на литр, тем выше уровень еще одного показателя. А это гликозидированный гемоглобин. Это риск уже не здесь и сейчас. А риск растянутый во времени. И повышенный уровень гликозидированного гемоглобина говорит о том, что последних 3 месяца ваша сердечно-сосудистая система работала с перенапряжением. А ваш врач-кардиолог плохо спал ночью. Поэтому машина времени это здорово. Но! Если у вас есть жировой гепатоз, стеатогепатит любой этиологии, гепатит. То вашей печей нужно заниматься и помогать ей правильно управлять обменом веществ. Постепенно снижая сахар в самый безопасный для этого диапазон. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы ставите лайк на это видео. Отправляйте ссылку своим друзьям, знакомым, родственникам. Я подумаю, как лучше написать следующее, тоже не самое простое видео на моем канале. О другом, не менее важном показателе, чем уровень сахара в крови. Который также может вынудить вас заняться поисками машины времени. Но! Этот показатель еще более опасный, более коварный, чем уровень сахара в крови. Об этом очень важном показателе вы узнаете в следующем видео серии. Что делать, чтобы ваше время истекло позже? А следующее видео на моем канале будет имбирный тест. Как его правильно применить, чтобы ваш уровень здоровья только улучшить? Активное долголетие сделать реальностью? А слабые места вашего организма не испытывать? До новых встреч на моем канале! Субтитры сделал DimaTorzok